МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно прошли публичные слушания, и глава города по итогам этих публичных слушаний все-таки постановил, что магазина там не будет. Я знаю, ты присутствовал на этих публичных слушаниях, поэтому немножечко погрузи нас в историю этого долгостроя, и почему все-таки магазину на этом месте не случится. Ну, история, я думаю, что слишком длинная, что и нам всего выпуска не хватит, да, передач? 10 лет насчитывает история. Да, ну, она началась, действительно, с 2013 года активно, но на самом деле этот участок был создан еще в нулевых годах, в 2005-2006 году был выделен, и действительно инвесторы, как они себя сами называют, выкупили, да, права на эту землю людей, которые формировали этот земельный участок, и предполагалось там строительство магазина, действительно, может быть, на тот момент это было бы актуально, вот именно в этом районе, да. Сейчас сомнительно с точки зрения целесообразности строительства магазина, именно в этом месте, хотя, конечно, район густонаселенный, да, девятиэтажными домами, очень большая плотность проживающих, поэтому... Но там речь о магазине или торговом центре, потому что одно дело продуктовый магазин, другое дело торговый центр в условиях, когда оффлайн-торговля умирает. Да, вот именно в этом смысл какой? Да, действительно, можно смело констатировать, что ритейл, то есть розничная торговля в магазинах, именно физической, да, торговли, она действительно переживает не лучше времена с развитием онлайн-торговли и возможности заказать любой товар в любую там точку, там, города, места, да, пункты выдачи практически везде есть. Некоторые маркетплейсы даже на дом привозят. Да, 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 да. И сейчас это все трансформировалось в некое здание, которое будет три этажа высотой над землей и один этаж под землей. Это в проекте? Да, то, что было предложено на публичных слушаниях. Ну, заявляется то, что якобы проекта здания еще нет, на самом деле он есть, и этот проект, там, из 2013 года, да, но слушания касались выделения вида использования земельного участка. Он условно разрешенный, то есть он применяется только по результатам публичных слушаний. Собственно говоря, эта процедура и была проведена с целью для того, чтобы определить, там, согласны жители, не согласны, есть определенный порядок, как условно разрешенный вид использования предоставляется для использования. В чем там первопричина вот этих публичных слушаний? Я так поняла, что нет разрешенного вида использования магазины, да? Хорошо, коротко историю. Все-таки, ладно, все-таки грузимся в историю. Значит, в 2013 году им выдали разрешение на строительство магазина. Магазин был условно разрешенным видом использования. Местные жители воспротивились этому, да, когда стройка началась. Начались активные действия с привлечением прокуратуры, обращения в суды и различных инстанций. Ну, традиционная ситуация вокруг любой стройки в Сарове. Да, да, да. И оказалось, что на тот момент, когда в 2013 году администрация выдавала разрешение на строительство, не были проведены те самые публичные слушания по условно разрешенному виду использования. И требовалось провести публичные слушания и заново получить разрешение на строительство. Но тут был хитрый финт произведен, как я понял, со слов чиновников, которые объясняли, да, людям, собравшись, что произошло. Вид использования магазина из условного был перемещен в основные. И публичные слушания там уже не требовались. В 2013. В 2015 году. Это было в 2015 году. И тогда еще, кстати говоря, что нас очень сильно удивило, Алексей Викторович Голубев без каких-либо публичных слушаний, ну, потому что уже вид основной, выдает повторное разрешение на строительство этого магазина. Это я прям вот помню, это был конец 2015 года, Алексей Викторович только стал главой и сразу подписывает это решение. Но произошли определенные события. Во-первых, смерть одного из инвесторов. Дальше вопросы судебной тяжбы с банкротством, по большому счету, выкопом доли этого инвестора, да, все это превратилось в незавершенное строительство, объект незавершенного строительства. Ну, стройка вершала, естественно, да, потом ковид, потом СВО. И вот сейчас, значит, вновь, когда все уже по земле вопросы решены, по собственникам земельных участков, по договорам аренды, по оплате аренды тоже, пришли вновь к ситуации, что вроде бы хотим получить разрешение на строительство, но этот вид уже перекочевал из основных в условные обратно. А так просто, да, можно? Ну, это по ЗЗЗ, меняются, они меняются раз в год, и где-то в каком-то моменте администрация перекинула этот вид обратно в условные. Даже никто и не заметил, что называется, да, и когда пришли заново за разрешение на строительство, им говорят, ребята, пожалуйста, условный вид, идите на публичные слушания. А раз он условный, да, то публичные слушания. Притом закон подразумевает, что публичные слушания по предоставлению условно разрешенного вида использования проходят только с участием тех, кто владеет недвижимостью или правами какими-то на недвижимость. Непосредственно в районе. Непосредственно на этом земельном участке. И земельные участки, граничащие с этим. Все остальные, пожалуйста, вы можете быть участниками, не участниками, когда... Но ваши голоса не учитывайте. Но ваше мнение не учитывается. Вот, собственно говоря, мы... Коротко историю, да, то есть теперь, чтобы начать строительство и получить новые разрешения на строительство, потому что то уже просрочено, нужно получить этот вид. Действительно, по результатам комиссия уже опубликовала заключение. В этом заключении дано отрицательное рекомендации главе, но я пока еще не слышал, что глава постановления выпустил в отказе. То есть пока только решение комиссии, но глава у нас, председатель этой комиссии, собственно говоря, он сам себе, ну или как бы его люди, да, ему дают предложение или как бы рекомендацию. Рекомендацию, так правильнее даже. Ну и что дальше? Мне кажется, что магазин это лучше, чем долгострой. И вот эти вот все бюрократические вещи, они просто еще больше затянут эту стройку, которая уже становится опасной для людей, которые живут вокруг. Ну и это тоже звучало на слушаниях, действительно, пришло много местных жителей, которые заинтересованы, да, вот именно в разрешении этого вопроса, причем не в сторону инвесторов, очевидно. Действительно, звучали мысли о том, что это небезопасно, что стройка не законсервирована, что там постоянно валяется, там, ветром сдувает забор, что там арматура торчит и так далее. Ну мы все это видели, вы много раз видели эти сюжеты, да, мы периодически снимаем про них, если там что-то происходит, можно найти. Но важна позиция инвестора в этой ситуации, которая мне показалась очень интересной, с такой точки зрения, знаешь, немножко пренебрежительная, что вот если бы вы не выступали против тогда, в 13-14 году, то сейчас бы уже все было построено. Типа, что вы сами виноваты, что у вас этот долгострой под оконами и вот этот бардак творится. То есть такое перекладывание ответственности на людей и тогда на Наталью Морозову, да, бывшего депутата Городской думы по тому округу. То есть поиск виноватых только не в себе, да, и искать их. Ну, странная позиция, с моей точки зрения. И она вновь звучала на слушаниях. И, ну, по большому счету, даже была попытка немножко сманипулировать общественным мнением и мнением комиссии. Были представлены какие-то подписи, да, там 150 подписей жителей района, которые за это строительство, что уже давайте уже наконец построим. А вот в протокол я прочитал о слушании, оказалось, что из этих 150 подписей реальными участниками слушания являлось всего два человека. То есть как бы люди выражали мнение, но они не попали вот в этот вот очерченный мной круг лиц, да, которые действительно являются, чье мнение вносится, учитывается при вынесении решения. Ну, и надо сказать, что главный санитарный врач города Ирина Александровна Игнатьева, она дала свои еще рекомендации с точки зрения соблюдения норм санитарных. И, по всей видимости, нужно вносить изменения, да, уже и в проекты, в будущие проекты размещения зданий и так далее. Но сейчас, если будет получено отказами, у них есть еще один вариант, это идти в суд, да, и в суде уже, ну, добиваться решения в свою пользу. Ну, это, да, опять же, это суд, то есть, как он решит, собственно говоря, так и будет, но это всегда 50 на 50. Ну, то есть сейчас, по факту, просто долгострой затягивается. Продолжается, да. Стройка, забор и вот вся эта история. Да, срок аренды земли у нее до 27-го года, поэтому, ну, люди, которые там присутствовали, мне это понравилось, мне сказали, мы готовы еще потерпеть, но лишь бы все это потом закатали обратно в газон. Продолжаем тему строительства. Площадка хоккейная «Сокол». Что с ней, она должна была быть сдана, но сроки затягиваются, это твой округ, поэтому поясни, что происходит с «Соколом». Да, к сожалению, ситуация там не очень приятная. Большому счету, в августе месяце мы встречались тогда с Александром Михайловичем Тихоновым и с подрядной организацией, с руководством подрядной организации, с точки зрения, выяснить, какие проблемы есть сейчас, тогда летом они были, да. Первый главный вопрос, который там звучал, это недостаток финансирования, но эта проблема была больше договора, да, то есть заключая договор, ты должен был предполагать это финансирование, что оно, там есть аванс, и дальше только по окончанию выполнения работы. То есть это риски определенные сами на себя возложили строители, но тогда не было какого-то негатива с точки зрения стройки непосредственно, да, велись работы, да, там была подушка, подпорная стенка, они даже вот, ну, до окончания лета, в сентябре месяце поставили каркас бортов и уложили одну шестую поле арматуры, вот. И готовы были начать заливать бетонную подушку, то есть основание бетонное под прорезиненное покрытие, а дальше там на нем уже можно было и лед заливать, то есть и летний, и зимний вариант. Но их работа остановила Управление капитального строительства, которое курирует, да, эту стройку, запретив им заливать картами, так называемый метод заливки картами, то есть кусочками заливают через определенные стыки, то есть там выполняются специальным образом стыки, чтобы бетон не гулял, так сказать. Причем им и проектировщик, тот, кто проектировал эту реконструкцию этой площадки, в проекте разрешил, да, что вот метод залития картами дозволяется при использовании таких-то швов. Но Укс стоял насмерть, говорил, что нет, только целиком. А что такое целиком? Значит, надо связать полностью все поле из арматуры, это нужен бетонный насос, то есть вот, ну, мы, может, видели, такие краны специальные, которые бетон подают через такой длинный рукав, вот, на что строители, да, сказали, у нас денег в смете на бетонный насос не предусмотрено, а деньги, аванс уже давно закончился, а еще у нас по другим объектам администрация нам денег должна, и у нас кассовый разрыв уже 20 миллионов рублей на секундочку. Вся компания спецантех, она много где работает и подрядчикам, и субподрядчикам. Ленина восстанавливает. Ну, Ленина, это они сейчас, это у них небольшой контракт, а по большому счету очень много благоустройства, ну, например, старой 11-й школы благоустройства, да, различные работы в центре образования, в центре культурного развития. В рамках вам решать, а не двор благоустройства. Да, то есть они, на самом деле, живут за муниципальные контракты, в том числе, да, выполняя работы на очень важных объектах. Но администрация почему-то не спешит, ну, или генеральный подрядчик не спешит с ними рассчитываться, да, за выполненные работы. Они говорят, мы не можем в кассовом разрыве, да, профинансировать выполнение этих работ даже, там, бетонный насос. Подожди, пожалуйста, я хочу уточнить. Был проект, в котором предусмотрена вот эта вот укладка или заливка картами? Нет, там просто было предусмотрено железобетонное основание. А как его выполнять? Есть определенные ГОСТы, да, выполнения именно работ по заливке железобетонных конструкций, создания, да. И там есть, вот можно монолитом залить один одномоментно, да, там 300 с лишним кубометров бетона. Или картами, что удобнее гораздо потому, что тебе можно миксерами подъезжать и потихонечку подливать, и оно получится и по большому счету даже лучше, потому что и его можно отвибрировать нормально, да, и минимум ручного труда и так далее, и разгладить можно. Ну, там целый технологический цикл создания железобетонных поверхностей. Но история пошла еще дальше. И они на этом остановились, кстати говоря. Даже написали письмо, что они пристанавливают работы в связи с вот такими разногласиями с УКСом. Наступила осень, и уже сейчас заливать бетон, в принципе, можно пока плюсовая температура, но как только будет ноль, нужно его греть. То есть нужно уже применять другие технологические подходы, да, то есть нужно электричество подводить туда и так далее. То есть все это уходит в зиму, и встал вопрос о том, что надо продлевать сроки. То есть большой плюс в том, что это 100% муниципальные деньги, что это не какой-то там национальный проект или областное софинансирование. Их действительно можно продлить на следующий год, чтобы сделать хорошо в первую очередь. Но район остается без хоккейной площадки. Да, и это вот самая большая, да не на район, город остается без единственной открытой ледовой площадки, где куда можно приехать, типа кататься на коньках, ну, за исключением икар, но я имею в виду хоккейные именно коробки, да, то есть и на икаре это просто катание на коньках. Но мы здесь все-таки вот, когда с Иисаном Михайловичем пообщались, решили, что лучше хорошо пускай сделают, чем вот в осень там, да. Но еще есть один нюанс. Газовая служба наша написала письмо о том, что монолитная конструкция там недопустима. Там под этой хоккейной коробкой находится газопровод высокого давления, который идет по улице Куйбышева. То есть все-таки опять возвращаемся к заливке картами? Нет, вообще нельзя монолит там... А, вообще нельзя? Да, и слава богу, что не залили по большому счету, что они остановились, не стали бетон туда заливать. То есть остался только каркас из арматуры, его разобрать легко. А что, а как теперь? Только асфальтирование. То есть в случае с чего должно быть свободный доступ. То есть, словно говоря, монолитную конструкцию ты не разберешь. То есть это монолитная железобетонная конструкция. Я не знаю там... А когда проект разрабатывали, не советовались? И вот тут вот начинаются вопросы, которых я вот не могу себе сложить в голову, почему на каждом этапе произошло недосмотр. Не знаю, как это еще объяснить, да. Что проектировщик запроектировал железобетонное основание над газопроводом. Что газовая служба согласовывая этот проект, не... А газовая служба его согласовали? Да. А потом вспомнили, что у них там коммуникации. Значит, их оправдание, что они согласовывали футляр для газопровода, а не площадку. Ну, там действительно предусмотрен футляр. Что УКС, который принимал этот проект, который вроде бы тоже должны понимать в строительстве, должны были, ну, как-то это... Соотносить, что железобетонная плита лежит на газопроводе. Ну, вот. И все вот так вот, понимаешь, закручено получается, что, по большому счету, вот это письмо станет истинной причиной, да, то есть все остальные разногласия, они, ну, не могут быть причиной переноса сроков выполнения работы, а это станет причиной переноса сроков. Потому что нужно внести изменения в проект, нужно применить тех решений, нужно пересчитать смету и так далее, там подобное. И это будет доп. соглашение, которое перенесет сроки на следующий год. И лучше они, пускай, в апреле от асфальта постелят, чем зимой в снег в декабре. А до этого там тоже был асфальт, да? Да. Ну, понятно. Да, поэтому, как бы, с оптимизмом смотрим в будущее, но вот эта зима действительно пролетает. И давай к позитивным новостям. Мы с тобой стараемся все время при каждой нашей встрече найти что-то позитивное, чтобы обсудить. И я думаю, что 30-летие канала «16» – это отличный повод завершить наше сегодняшнее интервью. «30 лет канала» исполнилось уже в ноябре 2023 года. Да, и на дне предпринимательства в этом году, он был, по-моему, в апреле, когда вот вручали благодарственные письма, там, от главы города, например. Действительно отметили, да, там, в том числе наступающие 30-летия. Но при этом, когда я говорил речь благодарственную, все-таки 30-летие канала, оно для всех свое. Вот на удивление, да? И для меня, человека, живущего по бумагам, да, ну, такого вот буквоеда в каком-то смысле, 2 ноября 1993 года подписано распоряжение главой местной администрации, Геннадия Закиревича Макаратаева, кстати говоря, о создании, там, ТОО на тот момент или радиокомпании «Канал-16». То есть вот эта дата регистрации, тогда предприятие регистрировано не налоговое, а местная администрация, вот эта дата регистрации, будем говорить, бренда, да, то есть вот предприятие, его название, оно появилось. Кто-то считает, вот первые телепередачи, вышедшие там в феврале 1994 года, да, то есть вроде бы еще можно подождать и в феврале еще раз 30-летие отметить. А можно с ноября по февраль отмечать. Да, но можно отмечать дальше, потому что первую лицензию «Канал-16» на телевещании, да, и по большому счету телеканал, это же телевещание, да, вот, то есть предприятие предприятием, а вот когда в эфир вы пошли, да, или когда лицензию получили, которая дает вам право эту деятельность вести, то можно отмечать до марта 95-го, потому что лицензию получили в 95-м году, поэтому на самом деле считать можно по-разному. Ну, для меня, ну, как для руководителя организации, действительно, дата создания учреждения, да, предприятия, это вот, с моей точки зрения, это главная дата, да, понятно, что, да, там, выход в эфир для кого-то более важен, как для журналистов, с точки зрения журналистики, там, или так далее. Вот, но, честно, проведя пять лет в руководстве, да, такой организации, на самом деле приходишь к мысли о том, какой сильный фундамент заложили те люди на тот момент, в 93-м году, в эпоху сильных нестабильностей и перемен, и как все те директора, которые были до меня и, может быть, будут после меня, да, как они пронесли этот труд, вложили свою душу, свое время, свои все профессиональные навыки и возможности, сколько людей здесь работало, училось, получило какие-то профессиональные навыки, да. За 30 лет это огромное количество людей, которые так или иначе связали свою жизнь с каналом, вот, и текущий состав редакции, текущие там наши ребята все огромные молодцы, потому что выполняют каждодневно ту работу, которую, ну, я не вижу, как бы, возможности кому-то другому ее сделать, да, и это вот тот самый, я не знаю, как будто этот фундамент, ты на нее приходишь, и у себя все получается, и вот я понимаю, что, конечно, этот профессионал должен этим всем руководить, я-то к редакции не имею никакого отношения по закону, я понимаю, что, да, вот журналисты, главный редактор, ты, это базис, на котором лежит, стоит любой, там, телеканал, любой СМИ, и действительно важно, как люди проносят через себя, да, вот эта необходимость, ну, а говорить, что тут много, говорить можно, но 15 минут новостей в день, это надо умудрить. Да, я тоже хотела сказать, я очень люблю наш телеканал, и каждого человека, с которым я соприкасалась и продолжаю соприкасаться в рамках работы здесь, я действительно люблю каждого сотрудника, с которым мы вместе работали, ни на кого не держу обиды из тех, кто ушел, наоборот, я радуюсь, что канал 16 для них стал стартовой площадкой, они чему-то научились, пошли дальше, благодарна каждому из них, и вот то, что мы ежедневно обновляем контент, это действительно очень круто, потому что, если посмотреть, а я действительно наблюдаю за телевидением по стране, мне нравится находить маленькие города, смотреть, как они делают телевидение, сейчас, слава богу, телевидение ушло в интернет, и можно наблюдать хоть за тем, что происходит на Камчатке, хоть за тем, что происходит во Владивостоке, у каждого канала, по сути, есть свои интернет-площадки, и действительно, городов до 100 тысяч, где бы ежедневно выходили 15-минутные новости, но их, по сути, нет, где-то выходит раз в неделю, где-то два раза, три раза в неделю, но каждый день 15-минутные выпуски новостей с диктором, я все эти годы, что я здесь работала и продолжаю работать, я верю, что мы каждый день совершаем такой маленький подвиг, и действительно, несем главную миссию телевидения, рассказывать людям о людях. Вот это мне тоже очень нравится, о том, что для нас местная повестка, она главная, и то, что люди, жители нашего города, наши зрители, они могут увидеть себя, соседа, своих родственников, родных, детей в различных передачах, в различных выпусках новостей, и это очень близко к людям, не федеральное телевидение, да, где вот огромная такая общероссийская, общемировая повестка, а именно вот наша, город, наши люди, мы здесь живем все вместе, рядом идем рукооблаку в светлое будущее, что называется, да. И прекрасно, что мы делаем это уже 30 лет, рассказываем людям о людях, и я верю, что мы дальше будем рассказывать вам, дорогие горожане, о том, чем живет город, но о том, чем жил и продолжает жить канал 16, вы узнаете в нашей специальной программе «Канал 16.30 лет» в эфире. Мы сейчас ее готовим, там сотрудники разных лет, директора, редакторы, журналисты поделятся воспоминаниями, мы покажем архивные кадры, и это будет прекрасная передача, которая выйдет в эфир в конце ноября. Следите за программой, следите за нашими эфирами, это будет очень интересно. Да, и насчет следить, есть сейчас очень удобный способ, это очень, я считаю, большой подспорь и возможность, когда у тебя мало времени, куча других альтернативных источников информации, все многое, что твое внимание отвлекает. Ну, не всегда мы можем посмотреть телевизор, согласитесь, то есть смотрение телевизора, конечно, становится меньше. Но для этого есть интернет и все наши ресурсы. И мобильные приложения. Социальные сети, ВКонтакте, канал 16, спокойно подписывайтесь, и будьте в курсе всех событий. Все передачи, выпуски новостей и сюжеты отдельные, что тоже немаловажно, да, все в этой группе и на нашем YouTube-канале. Тем не менее, я хочу сказать, что люди, которые утверждают, что они не смотрят телевизор, они врут. Потому что большинство людей продолжает смотреть телевизор, особенно что касается местной повестки. Иногда просто лень обновлять ленту, что-то искать. Очень многие домой приходят, включают фоном телевизор, параллельно нарезают салатик и узнают, что произошло в городе. Это в целом про телевизор, ты имеешь в виду? Да, да. Ну, я думаю, что телевидение, как и театр. Вот театр хоронят уже 150 лет, так вот и телевидение сейчас пытаются похоронить, а мы, как Ленин. Жили, живем и будем жить. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, смотрите канал 16, мы работаем для вас. Пока-пока. До свидания. До свидания.